С подгут Кстати на вопрос я заметил Санин как-то так у него не был Спрашивал Вообще да я спал, я ушел в 3 часа прямо перед домом А нет, перед тетрисом И я встал в 8 и прибыл Вел хф Ты еще тут был? Окей, я значит вообще проспал Все это время Не, я был в чате Я в чате был А, все Меня вчера никто с рук тут не кормил Вы путаете меня с Каспером, это к нему все вопросы Я рядом сидел и смотрел на это Я не я, хат не моя Это вчера нам привезли пиццу прямо из чата Да, пицца прямо из чата Приятный бонус Да Это мы запомним надолго Проводится Summer Games on Quick в городе Миннеаполе кажется Это штат Миннесота, Америка Чтоб всех было слышно Да, ночью был Ultimate Doom Который я умолочно проспал, к сожалению Да, я съездил военкомат, меня перенесли На осень Я тоже осенью поеду военкомат И Будем сапоги защищать Ранить сапога Ха-ха, найс дипломе На ос, защищай сапоги Спрашивают, бесплатно ли у них вход в зал Вот этого, кстати, не понял Сегодня ГЛХФ? Нет, нет, вон туда Вон туда В тот зал, да Который у них в Хилтоне Тебя не видно Не знаю ГЛХФ пока что закрыто Вчера и сегодня оно будет закрыто Так как тут проходит хакофон Хакофест или как-то Я уже не помню Хакофон, да Хакофон 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 Не, завтра я, кстати говоря, получаю диплом, поэтому я как отраним, мы отраним беседку, я пойду спать, высплюсь и поеду диплом получать. Говорит, говорит наш уважаемый модер о том, что вход 50 долларов США в зал. Ну, круто. И все равно эти деньги, они все равно идут для врачей без границ. Так что все нормально. Это получается, еще ночью, помню, кто-то из зала задонатил 500 долларов перед Тетрисом. Не видно твоего лица красивого. Вдруг сидит в чате девушка, которая смотрит весь этот чат кутежа только ради тебя. Не, ну вдруг, вдруг, я не знаю. Резе, пособилите. В жизни все может случаться. Да ее вообще не говорите. Итак, мы все еще ждем, когда наши раннеры подготовятся к Старфоксу. Старфоксу. На прошлом ГДК вроде всего собрали где-то миллион триста тысяч долларов. Да, там чуть-чуть меньше полутора лямов собрали. Или где-то миллион двести восемь. Ну, чуть-чуть меньше полутора, да, там что-то в этом духе. Ну, надеемся, что на этот раз мы соберем денег, если не больше, то хотя бы столько же, сколько зимой. В любом случае, сейчас уже идет четвертый день, мы уже собрали четыреста тысяч. Если тенденция продолжится столько, что в день по сто тысяч, ну как бы... Это тоже деньги, семьсот тысяч пойдут на благотворительность, а не просто так. Как обычно, в последний день залетают все самые... Как обычно, туда залетит ночь с каким-нибудь пятидесятитысячным донатом. Я слышал, что ночь не залетит. Не залетит? Спойлеры! Доходил почитать. Как вы делаете здесь? Собирают на благотворительную акцию, чтобы пощи без границ. Милитари Санс Фронтирс, кажется. Да-да-да, Санс Фронтирс. По-испански. Да. Кирилл, ты живой? Я живу, да. Как вы видите, Кирилл жив. С ним все в порядке, он выспался. Да. Вот это нет. Ты не выспался? Это нет. Спасибо. О, жаль. Так вот, ну что, у нас будет Star Fox? Нет? Все еще готовится. Все еще готовится к Star Fox. Ну да, все еще сетап. И так как это не ПК-гейминг, так что... ПК-пК-бояре сидят и отдыхают, разминая свои инструменты, играния, то есть пальцы. Ну, в общем, таких настроек, как на Max Payne, тут не будет. Да. Настройки тут минимум. Вообще, на самом деле, я очень жаль, что я залетел только на середину Max Payne, потому что с Max Payne лично меня связывает. Зачем ты трогаешь меня за лоб на камере? Это не камера, это монитор. Это монитор. Это монитор, я... Ты гладишь, ты гладишь мое отражение на мониторе. Всегда хочется погладить. Ты можешь, ты можешь погладить меня вживую, давай, не стесняйся, не стесняйся. Говорят, это приносит удачу. Погладь, погладь голову поздно. Все, теперь неделю не буду мыть эту руку. Это правая рука, да? Да. А тем временем мы лучше переключимся. Вот про это я и намекал, да. Про правую руку. Ты отличный Никки встал, конечно. А, их тут надо сейчас... Это второй лей-аут, их тут надо сейчас немножко, да. Подуменьшить. Поехали вверх. Итак, мы будем проходить Старфокса на бронзе, Any Percent и время. Эта игра отличается тем, что здесь, как я уже говорил, я часто сравниваю с Старворсом. Здесь надо летать, как на кораблях. На этом же корабле мы будем кататься по земле. После этого есть также в игре режим шутера третьего лица. Также в этой игре очень приятно тот факт, что с тобой игра постоянно говорит и взаимодействует. То есть внизу вы видите, как наши напарники, лягушка, ворона, по-моему, и другая сова. Ой, другая лиса, то есть там еще роба будет. Они с нами постоянно говорят, взаимодействуют, что-то рассказывают нам. Говорят, что, мол, ай, так и так, за мной гонятся неплохие ребята. Пожалуйста, сбрось их с моего хвоста. Помоги, помоги, все дела. И как бы ты не бегаешь, ты не бегаешь по игре, тупо мочишь противников. То есть игра с тобой активно общается, и это плюс. Также у этой игры очень классный саундтрек, к сожалению, который мы не слышим. Но просто, поверьте, он классный. Хотя сесть на хвост в игре про животных, понятие двухсмысленное. Да. А еще, кстати, Перри есть, Пеппи. Пеппи, 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 да, Пеппи. А еще полеты называются вот эти вот самолеты превоздущих этих. Ну-ка, докфайт. Как? Докфайт. Докфайт. Еще больше шуток про животных. И сейчас мы проходим первый уровень на космическом корабле. Здесь нам надо пробить флот, блокаду одной планеты. Чтобы замочить первого босса, Акуни. Такая обезьяна. Но в первом уровне он от нас убежит такой, увидит то, что мы такие все из себя крутые мужики. И струсит и убежит на саму планету. И на планете мы будем его догонять. В этой игре, на самом деле, очень мало гличей и скипов. Их буквально немножко будет тут. И о каждом мы будем говорить подробнее, когда мы, собственно, до этого момента дойдем. Будет ли спидран «Хотлайн Майами»? «Хотлайн Майами» не будет, он был на зимнем ГДК. И это было просто круто. Итак, мы входим в атмосферу планеты. Здесь можно скипнуть только после пары фраз кролика. Э-э-э-э-э... В заставочку. И пока что здесь ничего такого особо интересного в плане спидранов. Здесь, то есть мы просто летим и стреляем во все, что движется, и все, что не движется, мы тоже стреляем. В конце этого уровня будет босс-файт с этим обезьяном, о котором я уже говорил, который у нас убежал Собственно, по сюжету мы тут и должны, мы спустились за ним на планету, чтобы надрать ему задницу И да, здесь он будет делать очень много бочек И сами напарники ему советуют сделать бочку порой, типа, чтобы уклониться от ракет, сделай бочку Лай-аут поправили, спасибо Half-Life тоже был на зимнем ГДК, отвечая на вопрос из чата, его в этот раз не будет Но в этот раз будут Скайримы, 2, 3 и 5 Скайрим, 4, ой, 2, 3 и 5 Скайрим, обалдеть просто, да 2, 3 и 5 Элдер Скроллс, 4 Элдер Скроллса Обливиона не будет Также будет 3 и 4 Фалач Сразу скажу, кстати говоря, что 4 Фалач, спидран, будет довольно-таки скучным Нет Да, он будет бегать, он будет просто бегать Что в Фалауате 3 не будет бегать? Будет, но это Фалаут 3 Это просто Фалаут 3, и это игре само по себе простительно такое, потому что это 3 Фалаут А не Нью-Вегас Про Нью-Вегас это немножко отдельный разговор Нью-Вегас хороший, а 3 Фалач он отстой Я не соглашусь, что 4 Фалаут будет скучным Ну да ладно, сейчас о Старфоксе Да, сейчас о Старфоксе, мало ли, может быть, там новую остроту какую-то придумали, потому что Фалаут 4 все-таки игра новая, и может, посмотрим, может быть, что-нибудь новенькое увидим А так, насколько мне известно, спидран по 4 Фалауту, он довольно-таки, ну, неинтересный Ну, посмотрим, посмотрим Сейчас будет 2, 3, 5 Скорим, да И вот он, первый босс Come at me, bro, обезьяна Которым мы должны стрелять по рукам, а после этого надавать по щам Свитки будут ночью, ближе к часу, кажется Да, да-да-да, в полночь Но так как у нас съехало немножко расписание, то есть мы выбились из графика вперед То есть, вот он трансформировался в следующую форму, бабочки Сейчас будет он кидаться в нас каменными камнями, каменные камни Это очень жестко, потому что они из камня Вот он наколстовывает каменные камни и начинает в нас кидаться каменными камнями Да, он довольно-таки легкий автоскроллер, потому что, ну, в крайний, в крайний левый верхний угол залетели и нас камни эти не достают После этого мы ему сейчас по щечлу надаем И все Первый босс пройден Ну да, это не бабочка, это мот, это мотылек Мотылек, да Да-да-да, правильно Правильно меня поправил чат Правильно Если игру спидранлили, например, на SGDQ, то, скорее всего, игры на SGDQ не будет, потому что это повторение постоянно Вторая миссия Мы сейчас находимся на другой планете под названием Котина И тут нам надо будет по базе бегать И, короче, тоже убивать всяких мужиков Вот, именно со второй миссии начинается второй вид геймплея в этой игре Шутер от третьего лица И в течение всей игры мы будем чередовать эти два вида То есть мы сперва будем бегать то от третьего лица, то снова залезать в наш корабль И на этом корабле, в зависимости от ситуации, либо по земле кататься и стрелять всех с земли Либо по воздуху летать, что логично Также нас прикрывают наши напарники с воздуха Вон, вы видели, они могли видеть, они наверху летали И вот мы теперь вошли в режим танка на нашем корабле То есть мы как... это наш космический корабль, но он сейчас как танк функционирует Сейчас нам надо по квесту замочить пару бочек Сделать бочку на земле и вот Вот, делаем бочку на земле Еще бочку Все Говорит о том, что вот эти чуваки, которые на нас только что упали, они довольно-таки жесткие Потому что у них сенсорная самонаводящаяся бомба И как бы их надо уничтожать как можно быстрее, либо вот так вот убегать от них Так, он уничтожил с помощью бага в текстурках необходимую, ну, необходимую штуку, которую нам надо было уничтожить Делаем бочечку А вот следующий босс, второй босс, это гигантский такой паукобот Всем, кто играл в Суприм Командер за Кибран, респект, потому что спайдер-бот это наше все, самая мощная штука, просто самый мощный юнит во всей игре И он на него очень похож Какую-то игру вспомнил Суприм Командер наше все, я в нее столько часов по и про это потратил, ты че? Она обалденная И вот, очень простой босс, потому что нам единственное, что надо сделать, это залезть на крышу этого босса и взорвать вот эту вот розовую сферу Баги не в текстурках, а в моделях Да, я немножко заговариваюсь, но я думаю, вы меня поняли Так, следующая миссия Это уже зимушка будет Как я уже говорил, то, что со всех старых играх обязательно, обязательно будет уровень зимней локации Потому что без этого никуда И русскими, да Либо русские, либо зимняя локация, одно из двух Вот этот уровень, он зимней локации Здесь нам надо защитить нашего союзника роба Для этого нам надо замочить трех... Три какие-то там подстанции Мировой рекорд для этой игры 42 минуты 18 секунд На рейтинге бронза Any percent На рейтинге голд 100% Мировой рекорд 1 час 20, что-то такое Если не ошибаюсь То есть Не так-то уж и намного Больше Требуется времени, чтобы пройти на голде на 100% Старфокса Уничтожаем вторую подстанцию Где можно посмотреть запись стрима по Hotline Miami? Можете посмотреть на нашем YouTube-канале Либо в вводах твичевых Оно там есть Не ошибаюсь На YouTube, да На YouTube есть И последняя подстанция Здесь будет, кстати, забавный баг То, что здесь можно умереть И все равно пройти на следующую миссию Вот Все, мы уничтожили Мы уничтожили Последнюю подстанцию И вот в эту турельку, в которую он сейчас стреляет Можно зайти в нее, залезть И там умереть И миссия все равно зачтется Но он что-то не смог Вот, все, смог залезть в нее Умер Это Death Warp, так называемый То есть с помощью смерти мы проходим миссию Тем самым скипаем очень много всякого ненужного Да Вы бы сказал, что это Death Warp Так, следующая, четвертая миссия Здесь мы будем захватывать станцию по контролю над климатом Здесь будет первый проход сквозь текстуры По миссии, по сюжету нам надо будет С помощью танка уничтожить всякие разные генераторы Которые делают Хорошо Которые держат щит Вот этот вот щит На этой станции Но мы подваливаем к нему на танке Вылазим из танка И на этом углу залазим Пролазим через щит Это на самом деле очень легкий проход И это экономит нам просто огромную кучу времени Так как нам не приходится уничтожать генераторы щитов Сейчас нам надо просто продержаться против волны Нехороших ребят, которые на нас нападают Пока Фалько к нам не прилетит и не заберет нас С этой климатической станции Ну мы берем пулемет Он так говорит, когда он подбирает супер пулемет Потому что он может Здесь не надо убивать всех подряд Чтобы Фалько нас спас Надо просто подождать Очень серьезный мистер Фокс Стар Фокс И сейчас у нас будет очередной Скучный авторскроллер Где мы будем летать на крыле Фалько И уничтожать врагов И все Этот уровень никак не скипится Тут нет никаких скипов Нет никаких багов Нам просто надо летать и убивать всех подряд После этого будет небольшой мини-босс И как бы весь уровень То есть ничего такого особого Поэтому так как тут ничего не происходит Это очень хорошее время для того, чтобы зачитать пожертвования Особенно эта игра понравится для фурифагов Смотри, как у него хвост дергается Сорян, я не фурифаг Чего? Сорян, я не фурифаг Выйди из студии, пожалуйста Просто летаем, просто стреляем Просто стреляем, просто летаем Пожертвовали только что 100 долларов О, хотя бы тем временем у нас уже 410 тысяч 410 тысяч, да Это как чат начал обсуждать лисичку Это я как вспоминаю вот этот баян, который по контакту провалился По типу, мол, если ты встретишь рыжую девушку, которая не ассоциирует себя с лицой Пускайте сигнальную ракету На самом деле, это было бы смешно, не быть это действительно правда Потому что 99,9% рыжих девушек реально ассоциируют себя с лисой И воспринимают себя не такими, как все Просто стадо Ну ладно Они не такие, как все, потому что у них нет души Они не такие, как все, потому что они такие, как все Это отдельное стадо людей, которые считают себя не такими, как все Ну ладно, мы тут все-таки не лис обсуждаем, а... А нет, да Смотрим автоскроллер Вот именно, мы смотрим автоскроллер с главным героем в виде лисы Я действительно, я не могу оторваться от этого хвоста Потому что он так двигается, и я просто не могу Стоп это Стоп это, плис О, я хочу попить водички Забавные моментики в часики Спрашивает девушка, я бурюнетка, с кем себя ассоциировать Сперва докажи, что ты девушка Я тоже девушка Я тян, пруфов не будет Все Вот и живите теперь с этим Пойзон тян И скоро у нас будет босс этого уровня Такой гигантский мантка-корабль, который порождает других маленькие кораблики Если кто играл в третий... этот... О, господи Стратегия, где еще Кейн, главный злодей-нодовец Command & Conquer Там, если играть за этих инопланетян Там, у них это супер юнит, этот корабль материнский, который вот-вот-вот он Который тоже рожает всяких маленьких корабликов Он проходит довольно-таки легко, потому что нам надо просто обойти Облететь всех этих кораблей-защитников маленьких Подобраться как можно быстрее и закинуть ему прямо в ядро как можно больше бомб О, господи, это очень хорошо Найс Это очень тяжелая миссия, чтобы получить очень хороший момент, чтобы сделать клип в начале Но это было удивительно Хорошо, ладно Итак, снова уровень в космосе Здесь этот уровень в космосе отличается тем, что нам надо будет взрывать, уничтожать астероиды маленькие Ну и конечно же мы будем взрывать всяких злых чуваков В этой миссии мы спасем Кристалла, она нас от френдзонит Мы спасаем девушке жизнь Она нам такая, ну спасибо тебе большое, я отблагодарю тебя И вместо того, чтобы как следует отблагодарить, она скидывает нам бустер с дополнительной жизнью Ну просто френдзона уровень бог Почему-то во всех играх девушки главных героев их френдзонят просто по саму помидоры И также в этой игре мы найдем Ой, в этом уровне мы найдем секретную базу одного из злодеев Гигантского робосвина И после этого мы его и замочим, этого робосвина Много людей в френдзоне, особенно в Ведьмаке Ой, в Ведьмак, да Если пойти сразу Ооо, вот нашел с чем сравнивать Да там На френдзоне лежи А, я же тян, без пруфов, я тебе в френдзоне, понял? Иди, купи мне поесть что-нибудь А я за это, не знаю, скажу, что ты милый Френдзон уже Моя честная сразу же повысится Здесь ничего особого не происходит Мы просто идем по линейному автоскроллеру Уничтожаем заминированные метеориты Обычные метеориты Отстреливаемся от туч врагов И в скором времени мы будем спасать Кристал, нашу напарницу, френдзонщицу И наткнемся на секретную базу Вот, вот этот момент, где мы спасаем Кристал Он такой I can get away О, спасибо, спасибо Ты, ты спас меня? Спасибо, Лис Вот она, секретная база злого робосвина Такой, чё это такое? У нас тут, короче, база секретная И нам надо будет уничтожить И главный злодей Пигма зовут Да, Пигма Но эта база не достроена И она не настолько сильна, как она могла быть И все такие Мы должны быстренько уничтожить Собственно, это и будет финальным боссом этого уровня О, у них там кроватка Да Да, там на кровати лежат Смотрят У них же там ночь Минус девять часов от нашего времени Ну, 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 ну Я думаю, Лайла Ордс Он довольно круто Он становится гораздо больше, чем его брат И не боится Вот этот вот чувак Лягушка Он, кстати говоря, в этой игре Всегда очень раздражал Потому что мне он всегда казался Немножко, ну, туповатым И все равно вот этот вот Кристал Найдет к лягушке Потому что, ну, потому что Потому что, потому что Потому Рип, Слиппи Кстати говоря, да Слиппи, он один из тех напарников Который очень быстро умирает Вообще всегда, когда он Нас сопровождает У него хоть какие-то плюсы есть? Нет, он просто Зеленая лягушка, которая летает на корабле И как бы постоянно орет Ааа, Фокс, спаси меня Спаси Ну, это какой-то животный расизм Если честно Ой-ой-ой, у нас тут что, рейд начался? Смотри-ка Они, похоже, на Францию собираются идти Или это нас уже Франция атаковала? Нас кто-то атакует? Король Артур на вас напали Король Артур на нас напали А вот и босс Пигма Босс Пигма Это... Это прикольный босс Потому что когда мы оставим ему мало хп Вот из середины этой платформы Вылезет его огромная рожа И это прикольно А, наш чат рейдит сам себя Самого себя Это как... Когда организм борется с болезнью Он сам себя атакует Вернее, наоборот Вот-вот морда Пиг... Пиг этого... Свинки И вот и все Вот и все Мы замочили Свинку Убили свинку Грэйджа Грэйджа Погнал дэр босс Итак, следующий уровень Итак, мы сейчас будем Сайру Планету Сау... Сауру или Сайру Как-то там... Рыбка такая... Рыбка такая из Сайра Мы, короче, будем либертировать Сайру Есть еще стыка из Сайру Мы освобожд... Да Мы будем освобождать эту планету Ну, тут опять же мы будем статично летать Уничтожать... Сперва надо взорвать три защитных поля После этого надо пройти к кристаллу Идем по уровню Тут пока что никаких скипов Ну, вот все Миссион комплит Это было очень быстро Да, реально быстро Мировой рекорд для этой игры Являет 42 минуты 18 секунд И пока что Пока что Спидранер идет очень хорошо Не ошибался Ни разу пока не ошибся И вполне себе возможно, что он пойдет на ВР Так, седьмая миссия Итак, мы получаем здесь одно из самых Мощных оружий в игре Здесь Это лазерная снайперская винтовка С ее помощью Ну, это как противотанковое ружье Мы с ее помощью можем уничтожать Ну, летающие корабли Ну, единственное, что на ней очень мало патронов Просыкс-ту-зум Просыкс-ту-вин Ну, единственное, что с нее надо стрелять, когда вот эти вот летающие чуваки, они открывают свой глаз для того, чтобы стрелять Ну, вон у вас задница Сейчас с вами в студии сидят Poison, которые комментируют игру И я как сокастер из PDDQD Сталкер от нас, кстати, отошел Итак, сейчас мы садимся в наш супер-самолет Точнее, снова стоим на крыло Тут у нас появляются новые герои Наши союзники Это этот кальмар, господи Почему кальмар? Хамелеон, волк и еще кто-то Я уже не помню, кто давно уже в эту игру играл Но игра на самом деле топовая Кстати, интересно Главного героя зовут Фокс Он лиса Одного из персонажей зовут Вульф Он волк А у всех остальных есть имена? Да Ну, как бы, вот так вот Вот Пантера, 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 да, Пантера И здесь нас снова ждет автоскроллер То есть мы, как и перед этим, летаем по городу На крыле стреляем во всех подряд Уничтожаем плохих парней И поэтому здесь ничего не происходит такого особенного Нету никаких скипов Стреляем, наслаждаемся Приятной, довольно-таки, графикой Для 2005 года И хвостом лисы И да, очень прикольно по Фалька стрелять, когда он летает Он такой, эй, Фокс, ты че творишь? Ну, ты че вообще не уважаешь? Меня не уважаешь А на основном стриме Они продолжают зачитывать пожертвования Ну что? Продолжают зачитывать пожертвования Ну, тут рассказывают о том, что по очередному пожертвованию человек, который его пожертвовал Да, опять заговариваюсь Что он 22 часа не спал и смотрел наш спидран Ну и типа, наконец-то он пошел спать Это единственная часть миссии, где я должен это сделать Он не появляется ниже, чем там Поэтому я счастлив, что он был там Это очень тяжелый шаг, который я получил Я, в самом деле, никогда не видел этого раньше Я знаю, что в отличие от четвертого уровня, где был такой же автоскроллер Здесь довольно-таки все сложнее происходит Потому что враги зле и бьют больнее И они сами по себе быстрее двигаются И надо за ними успевать Игра с платформой Nintendo Gamecube Ну, вот говорят, что игра выглядит красиво, но скучно Это просто такая часть этой игры, автоскроллер Где надо вот так вот летать просто и всех подряд стрелять Это, ну, одна из частей игры, где так надо делать А так, игра довольно-таки разнообразна в плане геймплея Продолжает зачитывать пожертвования Где расхваливают эту замечательную игру Вполне заслуженно, потому что это крутая игра, да А вот и босс Пеппер Пеппер-пеппер Собачка Пеппер Если его не уничтожить, то он взорвет весь город Пеппер-пират Я знаю, что надо делать Это просто зажать икс, чтобы выиграть И пробивать в него Он пробил нас своей атакой, но он Не так то, что много урона снес В отличие от нас, мы его почти замочили Ну вот он, зараза, такая, летает еще Вот была очередная его атакующая фаза в ближнем бою Иииии, все, Пеппер, Пеппер, Пеппер Ванхит, ванхит А, все, все, Пеппер Ну, он потерял чуть-чуть на нем совсем времени Буквально секунд пять у него отняло то, что он Один хит ему оставил Жизни Восьмая миссия, где нам надо будет защищать ворота Соответственно, это мы и видим название самой миссии Protect the Gate Мы должны тут просто обороняться Во всю очередной уровень, где мы летаем на космическом карте Корабле Всегда любил именно космические уровни в этой игре, потому что, ну, просто любил Мне они всегда нравились своей динамикой и тем, что тут такой тир прикольный Да, Портал, как игра, бывал на GDK Я не помню, не знаю, какая была категория Портал 2 был зимой Первый портал на самом деле не особо интересный За 10 минут проходится Да, даже меньше Там был таз, который проходит игру за 6 минут или что-то такое Угу Вот Вот эта вот категория, где с порталами Вернее, с ООБ Она очень скучная Там просто идет грайнд и запоминание туда, куда нужно поставить портал И все, я считаю, что она очень скучная Слипи опять почти убили Но когда тут хп наших союзников сходит на ноль, они просто улетают на базу и просто не возвращаются, они не умирают И так как тут опять же ничего особого Ну вот Слипи отвалился На самом деле эти напарники, они довольно-таки хорошие помощники, но не настолько, насколько хотелось бы Их спасать, да Да Ну все, Crystal тоже вырубили Итак, нам теперь надо уничтожать ракеты, которые нацелились на ворота Нам надо их защитить Так как мы знаем, где они уже будут спавниться, мы просто летим по намеченному маршруту, уничтожая эти ракеты И да, есть такой тип врагов, которые тебя постоянно преследуют И они довольно-таки злые, в том плане, что они очень много дамага сносят И от него никак не отделаться до целой... Целую миссию он будет за тобой летать, и его никак невозможно убить Только что пришло пожертвование 150 баксов Почему они хлопают Это огромная ракета, и все Мы замочили самую огромную ракету Дог, солдер, собака, солдат, пес, солдат Здесь сейчас будет босс, мы его ждем, когда начнется следующая часть этой миссии Еще, как я понял, пытаются убить себя, чтобы после возрождения он ближе к боссу станет Или он тормозит Итак, это одна огромная ракета, которая будет уничтожать эти ворота Она стоит из трех частей У нас шесть бомб, чтобы ее замочить Он говорит, что, ну, должно хватить Так, мы немножко бустим себя, чтобы быстрее подлететь к двигателям этой ракеты Вот, мы уничтожаем первую часть ракеты Вторую часть ракеты И последнюю часть ракеты У нас даже одна бомба осталась Все Все Итак, девятая миссия, на самом деле, да, как сам раннер уже сказал Это самая сложная миссия в ране Да, она такой является Это миссия, на этой миссию можно заруиниться очень спокойно, на самом деле Она происходит, ну, штурм этого, хомворлда Все, мы залазим в наш супер самолет И летим в туннель Ой, он пропустил, да Да-да-да Ну, ничего, он все равно туда залезет Сразу же сюда надо зайти и накопить полный, полный заряд нашей пушки, чтобы уничтожить три энергокристалла Вот они Добираем на одну лазерную винтовку Возвращаемся назад, где нас уже поджидают враги Уничтожаем два этих здоровых шара, электрик болс, как он их называет Болсов электрик, снова ищем все эти кристаллы, которые нам надо уничтожить Что происходит в чате? А, чат до сих пор сам себя с, это, рейдит Чат живет своей отдельной жизнью Гуси, собаки, работяги Они только что попытались зарейдить испанцев, но они их прогнали Итак, мы переходим в другую часть этой карты Итак, эта комната, она довольно-таки сложная Потому что внизу находятся необходимые нам кристаллы, которые надо взорвать И там же находятся враги, которые сносят просто космический дамаг Поэтому мы с помощью лазерной винтовки, мы уничтожили эти необходимые нам кристаллы И все нормально, все в порядке Так, теперь самая сложная часть этой миссии Итак, он проходит через электрические шары, не уничтожая их Чтобы подготовить себя к деф-ворпу И у него почти не осталось хп И последний, последний шар, который надо уничтожить Вот он, вот он И он уничтожает себя Он тогда уничтожил, здесь уничтожил Поставил хп на самое минимальное количество И суициднился Это была самая сложная часть этой игры Он деф-ворпнулся и вот, все в порядке То же самое, что и было в третьей миссии Он очень доволновался по этому поводу И он очень рад, что он смог это сделать Итак, последняя миссия Она тоже автор-скроллер Говорит о том, что это довольно-таки сложные и жесткие враги Которые могут тебя спокойно убить Поэтому тут надо быть очень осторожным Особенно вот на этой части Где вот эти вот ребятки Тебя пытаются задавить Нас в чате не рейдят Нас сам, сам Чат сам себя рейдит Это наши Это наши рейдят сами себя Потому что испанцы их прогнали Ну, мы можем отвлечься Позволить себе отвлечься немножко на чат Так как здесь, опять же, нету никаких скипов Мы просто летим, летим, летим вперед По тому уровню, который нам дает игра Отбиваясь от бомб Отбиваясь от врагов Ничего особенного не происходит Просто отбиваемся по авто-скроллере от врагов Особенно в конце Это у нас много энергии Это довольно-таки трудно, чтобы доджать Так что Здраво-манеджение В конце В конце я буду убивать Некоторых врагов Которые требуются Прямо, чтобы убить Просто из-за лага-редукции Это только из-за лага-редукции В игре, в самом деле Это интересно Потому что Потому что Какой у нас мировой рекорд? 43 минуты Вот первый чекпоинт Чекпоинт Если он умрет на боссе То Или на пути к боссу Он А, нет До босса еще далеко Он там возродится Но как бы лучше не умирать Ну, потому что довольно далеко Да, довольно далеко придется лететь Здесь нам надо просто Уворачиваться от Смертельных стенок Которые То появляются То исчезают В рандомном порядке Ребят, пока что мы До сих пор продолжаем лететь в автоскроллере И даже на самом Основном стриме Зачитывают Пожертвования Я вам Рекомендую пустить волну 8800 Очищающую от всех грехов В чат наш Запрашиваю в авиаподдержку В виде Ковровой бомбежки 8800 по чату Итак Летим дальше 8800 О, только что пришло 1000 долларов Пожертвование в виде 1000 долларов Этот Жертвование Сделано ним Только что Вот это вот Пожертвование Эти 1000 долларов Оно Было в честь того Чтобы Убить Животных В метроиде Он Аноним Сказал о том Что он Как бы Три года Уже смотрит О ГДК Очень любит Это мероприятие И вообще Спидраны И говорит Что все молодцы Все крутые Ох Животворящая сила 8800 очистила Ваши грехи Все ждали этого момента Все ждали Когда можно будет Поспанить 8800 Причем за 8800 Мы не мутим И не пурджим Модеры Модеры Уберите 8800 Из мубота Из блэклиста И не пожалуйста Не пурджите За это дело Теперь это можно Это можно Можно Но под особым правилом Только если Это запускает Комментатор Либо модер Я как бы Дал добро На очищение Итак Вот он Вот он Самый сложный Босс Самый сложный И последний Босс Во всей игре Сперва Мы уничтожаем У него Защитный кокон Это было Это было просто Все Время Хах На самом деле Нет Сейчас будет Вторая фаза Да Следующая фаза Тут надо Стрелять по Открывающимся Глазикам Пока Она их не закрыла И откроется В середине Да Открывается В середине И Теперь просто Мочим ее Мочим эту Непонятную Штуку Эта часть Постреливания Снова Нельзя пропустить Он скипнул Так Анимешн У него Сейчас совсем Чуть ХП Все Третья фаза Которая Айренджишная И зависит от удачи Много зависит от удачи В этой фазе Четыре секунды Если Он Вот таким Лазером Оранжевым Стреляет Его только Дожить Перестрелять Нельзя И Он очень Много Уворачивается И все Время Время Сорок Два Тридцать Шесть Это Мировой Рекорд Мировой Рекорд По-моему Там 43 Было ВР Напиши ВР Сейчас Восписательный Знак ВР 42 18 Аааа 18 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 14 18 18 18 18 20 18 18 18 18 18 18 21 22 22 23 22 23 23 4 23 таких условиях марафона очень сложно получить поэтому опять же повторимся 18 секунд это невероятно классное время да да я не команду команду зельда следующая зельда после зельда с кем мы зельду с каспером каспер каспер у нас про по зельде кристалл с липи тоут и пропустили так что она хочет показать я пока немножко помолчу потому что я меняю расписание наверное последний к сцену он хочет показать нам сделали это фокс фух не могу поверить я все еще дышу настолько много потерь потерь до пепи команда волка пожертвовала собой ради этого может быть это нет этого не может быть они в порядке оказывается в порядке оказалось он живой да ну как обычно это в общем команда волка жива хопен чуваки да в самых лучших традициях вот таких вот добрых игр а нету бэдэнда почти все выживают кроме макс пэйна макс пэйн слишком брутален хардкорен для хору макс пэйн это потому что это макс пэйн это макс пэйн макс пэйн макс пэйн действительно шикарен 18 секунда в эра несмотря на то что в эр принадлежит ему же он молодец он крут он прям да даже такого результата очень сложно добиться на марафоне так как обычно в эры ставятся дома в уютной обстановке где с раннер находится в привычной обстановке и как бы ничего не это о nvidia нам сказала что она драйвера нам подготовила nvidia не надо как бы вот так вот а на марафоне когда ты сидишь и параллельно комментируешь и рядом сидят люди и как бы очень сложно сосредоточиться да и вот так следующая игра у нас зельда 2 я честно скажу я в зельду не играл ни в одну я честно скажу я не знаю я не знаю серии не знаю серии этих игр я не играл зельду не знающий что там происходит я знаю что это великая классика которая очень круто это все что я знаю об этой игре поэтому нам надо позвать каспера который у нас является про по зельде я на самом деле тоже в общем только по шутерам разбираюсь такс что у нас в чатике а в чатике очищающая волна 8 800 очистила грехи наших уважаемых зрителей поэтому они перестали уничтожать сами себя надо позвать каспера можешь позвать его спасибо большое потому что один я зельду не затащу потому что я буду помогать в этот раз касперу комментировать потому что ну у меня зельды такие отношения я не знаю каких игр спидран по майнкрафту есть не надо не надо он есть там спидранница основная компания там где дракона надо убить ну вот спрашивают как же ты так в зельду ты не играл ну вот так вот не играл ну игр хороших много и не во все возможно физически поиграет зельда я пока что не знаком но как говорится не страшно не знать как бы ну блин я не умею философию короче ну вы поняли я знаю что ничего не знаю в общем у меня еще будет время поиграть в эту замечательную игру сейчас я кстати как раз с ней познакомлюсь поближе тем более что вот на е3 как новой зельде дали если не ошибаюсь титул лучшей игры вот вот куда он отошел в нашу столицу он ушел да блин а как же мы зельду то он вернется потому что мы не сможем мы не затащим зельду да давайте чатик призовем каспера да давайте давайте ёлочка гори и приходит дед мороз слэш слэш самон каспер да хрустит вот так вот она хрустит а после зельды нас ожидают бени команда также не пропустите парочку анонсов которые сейчас скажу они следующие во первых у нас сегодня будет у нас будет тетрис да микрофон тетрис будем спидранить тетрис мы будем спидран а ночью у нас ждет элдер скроллсы 2 3 5 элдер скроллсы и fallout 3 4 fallout 3 начинается в 3 часа ночи комментировать ее будет white light аллигатор poison и stalker valve а нет это stalker пришел а мы сомонили мы каспера сомонили это молоко да ой спасибо большое это у меня изжога просто уничтожает ну я из того чего первое спасибо спасибо большое прям от души прикрой дыри пожалуйста к fallout 4 я присоединюсь и заменю аллигатора вкусное молоко так что готовьтесь скоро будет бефеста блок возможно я даже посижу на elder scrolls если будет место какой-то странный привкус у молока ты только что сказал что она вкусная а потом сказал что она странная тебе нравятся странности не такой как все я кажется понял что в этом молоке такого странного в нем есть сливки да ладно особые сливки да я к этой шутке вел да кумус кумус что вы считаете что гаши не пьяный я вообще не употреблял сегодня сегодня ключевое слово в твоей фразе было сегодня не если вы прохлад из